А вот и Сакура Вот на ней-то мы и опробуем наш топорик за 500 баксов В общем, с этим топором всё намного быстрее делается И рубится, и разрубливается Но всё же это не райкири Так что не стоит останавливаться на топоре за 500 баксов Сакура снабдила нас немного деньгами За всё дерево мы получили 500 баксов И этого нам хватит с лихвой, чтобы купить участок земли, машину и ещё перерабатывающую станцию Но не всё так просто Сейчас я вам расскажу небольшой секрет Как при покупке земли вернуть обратно свои деньги за землю и остаться ещё в плюсе То есть мы вернём с вами больше, чем заплатим Ленд-стор это магазин земли Здесь мы можем выбрать любой понравившийся нам участок и купить его Первая покупка земли обойдётся нам 100 баксов Это сущие копейки Но прежде чем покупать, нужно определиться с местом дислокации Где в будущем кто-то построит замок, а кто-то скейтерскую площадку Я так вообще планирую там просто поставить гараж О, отличный участок Рядышком паром, море и дорога То, что надо Берём Чтобы купить этот участок, нам необходимо нажать вот на эту кнопочку слева внизу И подтвердить нашу покупку Как мы видим, участок теперь принадлежит нам Там появилась табличка «Sold» с нашим именем Теперь бежим к только что купленному нашему участку И вот секрет для тех, кто не знал Эту табличку мы можем вытащить из земли и продать её Тем самым мы вернём деньги, затраченные на покупку этой земли Плюс мы продадим её где-то примерно за 500-400 баксов Сейчас мы точно узнаем, сколько она стоит Ну и так же, пока мы бежим При помощи этой таблички мы можем подпинывать нашего героя Так как эта табличка деревянная То и продавать её стоит там же, где и всю древесину Упс, застряла Вот незадача-то, а Ну ладно, счёт поправим В общем, табличка продана И получили мы за неё 550 баксов Это в 5 раз больше, чем стоил сам участок Офигеть, вот это денюжка Теперь с этой денюжкой мы можем себе позволить И машину, и перерабатывающую станцию Пока ходил по магазину, встретил своего подписчика Одетого в Джека Воробья Он такое учудел Ух С вас 400 долларов Вот, пожалуйста Спасибо Гони быкс ту скидку, а то я тебя зарублю Алло, полиция? Не-не-не, я пошутил Субтитры сделал DimaTorzok Как же я люблю утапливать машины и прицепы. Но для тех, кто не знал, все прицепы и машины можно восстанавливать при помощи вот этой кнопки. Также при помощи этой кнопки вы можете поменять цвет машины. Но не забывайте, когда вы нажимаете на эту кнопку, вы отдаете 8 долларов. Во, вот этот цвет. Брутальный, черно-матовый. Если нажать английскую L, то включатся фары. Это очень полезно в темное время суток. Так, а где здесь радио? А, во. У нас есть участок, а это означает, что теперь мы можем позволить свою собственную перерабатывающую станцию. Осталось только определиться, за какую цену мы можем сейчас себе купить ее. Пятнадцать косарей, не-не-не, одиннадцать. О, сейчас инхвард хватит. Тысяча шестьсот, ну еще по-божески. Ладно, возьмем самую бомжовскую за сто тридцать долларов. Грузим все это дело в тачку и везем домой, чтобы распаковать. Че-то как-то темно уже. Хорошо, что у нас есть машина с фарами. Давайте же подсветим свою рабочую зону. Вот так-то лучше. Размещаем наше перерабатывающее устройство как-нибудь удобно, чтобы было комфортно перемещаться по нашему участку. Вот так. Ну что ж, давайте затестируем теперь это устройство. Ах, да, я совсем забыл рассказать вам про вот эти кнопки, которые позволяют нам регулировать толщину и ширину древесины, которая получится у нас на выходе. Y у нас это высота, а X это ширина. Допустим, мне нужна такая древесина. Давайте на примере одной ветки мы посмотрим, какая она выйдет после переработки. Как мы видим, получилась длинная деревянная балка, которую мы выставили в настройках устройства. Теперь давайте сделаем балку чуть повыше. И как мы видим, устройство просто спрессовало ветку. Теперь давайте сделаем широкую балку. Вот такие вот три разных результата. Все они нам понадобятся в процессе стройки. Давайте сделаем еще одну балку, только уменьшим высоту. Получилась отличная плоская доска. Из нее бы хороший сноуборд вышел. А мы же сделаем из всех этих досок трамплин. Краш-тест трамплина объявляю открытым. Вау! Вот это прыжок! А если еще и в замедленном темпе, да и сбоку показать, ух, картинка будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мда, не эпично, но практично. Предлагаю перерабатывать оставшуюся древесину. Потом это все дело закинуть в кузов и отвезти на переработку. И посмотреть, сколько нам заплатят за очищенное дерево. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, ребята. С очищенного дерева мы получаем в 10 раз больше денег. Поэтому прежде чем ввести дерево на продажу, обязательно очистите его. Ну а на этом я прощаюсь с вами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да ятишкин ты... Кто это тут что положил? Ух ты ж нифига себе, ядрен батон. Кто это проводами тут раскидывается? Ну, в общем, ребята, я на этом прощаюсь. До новой серии. Всем удачки. Пока-пока. Подписываюсь. И я подписываюсь. Подписочка.